Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 января. И вот недалее, как сегодня я выложила видео под названием Чем можно простимулировать семена. Я назвала, что там много-много всяких Эпин, Эффектон, Энерген, Капля, Бутон. Среди них назвала Гуматкалия. Но если первые Эпин, Эффектон у нас более на слуху И начинающие огородники, если не использовали, то хотя бы слышали о них То Гуматкалия, он как бы менее известен И не все начинающие огородники до конца понимают, как его применять Поэтому в этом году я и про замачивание семян хочу рассказать Именно о Гуматкалия. И сейчас я делала, когда первый полив Я тоже использовала вот этот прекрасный, натурально-экологически чистый Биопрепарат и хочу рассказать о нем поподробнее Чтобы мы до конца узнали, зачем мы применяем Гуматкалия Потому что у нас сейчас приближается пора, посевная скоро будет Конечно, каждый из нас хочет получить дружные, быстрые всходы Чтобы только посеять и сразу через 3 дня все взойдет Если не применять никаких дополнительных процедур По предпосевной подготовке семян То, конечно, всходы будут подольше Но уже сейчас все знают, что есть такие манипуляции Которые улучшают схожесть семян То есть вот это стимулирование предпосевное Например, если мы замачиваем семена Они всходят, конечно, быстрее Не через 10 дней, не через 8, а через 3, через 4 И я уже рассказывала, вот как раз в предыдущем ролике Что ассортимент-то огромный препаратов для замачивания Для обработки семян Каждый может прийти в магазин и выбрать Но вот перед таким широким рядом Вот этих стимуляторов и различных добавок Некоторые начинающие действительно теряются Еще раз напомню, что Замачивание в растворе стимулирующем И протравливание Это две разные процедуры Если мы будем вот в этом гумате Калия замачивать Это не значит, что семена протравлены И еще раз напомню, что стимуляцию мы делаем В самом конце После стимуляции мы сразу начинаем посевы Потому что протравливание Это обычно фунгицидами Или биофунгицидами Или химическими Мы убиваем бактерии А стимуляция Это мы пробуждаем семя Ускоряем все ростовые процессы И так далее Только вот в чем замочить семена Чтобы они взошли так быстро Я вам уже называла некоторые Ну, все перечисляла А вот гумат Вот этот вот именно гумат калия Это именно тот, который сейчас очень широко применяется Потому что последнее время Ну, я не знаю, как назвать модой Или не модой Но тенденция идет на то Что люди все стараются вырастить Экологически чистые овощи Чтобы было все натуральное Вот это именно натуральное Ну, что вот это черное в бутылечке Не все даже знают Ну, вот прочитают Гумат калия с микроэлементами Все это понятно И смотрите Если я вам скажу, например Что гумат калия Это Вообще гуматы Это соль калия Или натрия Которая получается с гуминовой кислоты Это такая формулировка есть Но начинающим огородникам Многим ничего это не скажет У кого нет специального образования И если даже сказать Что гумат И эта кислота Являются Основной составляющей Нашего грунта И то сложно представить Но если Мы скажем, что Гуматы Это Как бы вам сказать-то Что образование Вот этого гумата Что гумат Это концентрат Вот этой вот Гумат Это гумус А гумус Получается В результате Вот этого разложения Всех органических веществ Под воздействием воды Кислорода Микроорганизмов То есть Вот это Вся та самая Органика Живая Натуральная С течением времени Под влиянием Вот нашего климата Ну Различных климатических Вот этих воздействий Все это разлагается И получаются Вот эти гуматы Гуматы Это то самое Вот вкусненькое Что в первую очередь Вытягивают Наши растения Из почвы И когда мы говорим Что много лет Пользуемся огородом Но не подкармливаем Ничего не добавляем Не удобряем Существует такое Выражение Что Низкое содержание Гумуса То есть растения Высосали оттуда Уже Все вкусное И он Обедненный Грунт То есть Нужно его Как-то Восстанавливать И вот Сейчас Когда мы Делаем Посевы Рассады Проще всего Конечно Сложно Восстановить Грунт Во всем Участке Но хотя бы Для рассады В одном Лоточке Восстановить Грунт Очень Просто И вот Этот гумат Калия Который Натуральный Как я уже Говорила Вот после Вот этих Разложения Всех Органических Веществ Он Если мы Добавляем Его в Грунт Он ускоряет Рост Ускоряет Развитие Вот этих Растений Тех Которые Будут Расти В этом Грунте И еще Действие Вот этого Гумата Оно Направлено И на Снижение Кислотности Почвы Вы знаете Все что Кислая Почва Она Кислотность Мешает Некоторым Растениям Угнетает Вот этот Вот весь Процесс И вообще Общие Показатели Ну Есть же Такая Статистика Мы же Читаем Статьи Смотрим Общие Показатели Эффективности Эффективного Влияния На растения Они уже Доказаны Это все Научно Доказано И все Это Широко Применяется И уже Вот этот Гумат Калия Он стоит В первых Рядах Вот этих Биопрепаратов Которые Любят Применять Все Потому что За что Его любят Потому что Он универсальный Можно обработать Семена Вот в первом Видео я говорила Что можно Для обработки Семен Применить Черенки Замачивают Рассаду Подкармливают Землю Удобряют Проливают Чтобы состав Был более Плодородный И сбалансированный И конечно Всем нравится Что гумат Калия Это Натуральное Экологическое Удобрение Сейчас я Прочитаю вам Что на нем Написано Поближе Но я даже Не буду Инструкцию Говорить Если вы Захотите Применить Если вы Купите Вот такой Какой-то Препарат Но из-за Своей Популярности Он сейчас Разные Фирмы Ну как Вы придете В магазин Могут быть Различные Фирмы Изготовители Сильно Большой Разницы Нет Только вы Смотрите Что добавлено В составе Если вам Нужно Например Какие-то Микроэлементы То лучше Конечно Чтобы было Все это Добавлено Микроэлементы Все Дозировки По инструкции Можно делать Это очень Легко На 10 литров Вот что Здесь 10 мл 2 колпачка Например На 1 литр Это если Семена Замачивать И 3 колпачка 15 мл Это на ведро Воды Если почву Поливать Предпосевная Обработка Почвы Все вы найдете Как корневую Подкормку делать Тоже 4 колпачка На ведро Воды И поливать Растения Ну это Когда взрослые Уже Опрыскивать По листу Меньшая Концентрация Всего 2 колпачка На 10 литров Воды Что мне нравится Очень экономичный Представьте Если всего 2 колпачка На 10 литров Воды Насколько Вам хватит Есть Если вы зайдете В магазин свой В какой-то Садовый Есть конечно У вас наверное Местные производители Которые делают Биогумат Есть Производители Прославленные Которые Как я говорила Гуми Кузнецова Какой-то фирмы Делается Я уже забыла У меня где-то стоит Пузырек Он на слуху У всех Но он подороже Вот это у меня Какой-то Неизвестный Мне фирмы Биокомплекс РФ Изготовитель Москва Биокомплекс Но мне когда я покупаю Не важно Вот попадется Если биокомплекс Покупаю биокомплекс Попадется Местный Производитель Покупаю Этот же препарат Местного Производителя Главное Что все они Безопасные Экологичные Укрепляют Корневую систему Растений Конечно У семян Повышают схожесть Вот когда я сейчас Говорила Можно замачивать Стимулировать Семенами И в дальнейшем У этих же семян Если вы еще Немножко Как можно сделать Потом Когда растения Будут взрослые Под кормку Вот этим вот Препаратом То и увеличивается Урожай Повышается Иммунитет Растений Потом что Даже указывается В некоторых Статьях Что увеличивается Длительность Сохранения Урожая Конечно Сопротивляемость Растения Болезням Сопротивляемость Растениям Перепадам Температур Все вот это вот Ну и самое главное О чем я сейчас Хотела сказать Это восстанавливает И улучшает Характеристику почвы Что нам нужно Сейчас В период Выращивания Рассады И Хорошо Стимулирует Семена Для стимуляции Семен Для обработки Почвы Сейчас вот приближу Есть вот такой Красавец Биогумат Пожалуйста Пользуйтесь Если бы этот Как сказать Препарат Был неизвестен Не проверен Я бы даже слова О нем не сказала Но так как я сама Пользовалась Вы видели Наверное 2 года назад Я вот с этими С гуматами Все бегала Когда мне нужно В крайних случаях И если я применяю Если нужно мне Подкормить рассаду Что бывает очень редко Но я обязательно Обращаюсь Вот к биопрепаратам Применяю только Биопрепарат Потому что на раннем На стадии раннего Вращивание рассады Никакие кроме Биопрепаратов Я не рекомендую Вообще применять Вот только Биопрепараты И стимуляция семян И обработка почвы Все можно сделать Из одного флакона Все до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok